Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитрич. Разбираем обновление в Black Desert Mobile от 20 сентября. Сегодня что сделали? Сегодня поставили новую платную локацию для взрослых 40 тысяч БС. Сегодня наконец-то сделали, используя мой селед. То есть у меня есть видос на канале, где я тестила и показала, что селед вообще самая бесполезная вещь. Но теперь в нем есть смысл, да? Я расскажу, там уже потестили все. И небольшие правки по классам. Некоторым классам просто добавили проценты в скиллах и все. То есть в принципе все. Ну там кольцо новое с этим солгаром. Ну там такое, ерунда. Давай для начала, как всегда, начнем с ивентов. Первое, слава путешественника. Вот это вот один раз, кто еще не сделал, обязательно сделайте. Как работает фея? Кстати, я рассказывала в прошлом видео с обзором обновления. Если у вас есть какие-то вопросы, можно посмотреть. Это в общем я объяснила, как это работает. Более подробно я сделаю текстовый гайд, потому что для видео гайда, что-то мне кажется, что... Ну короче, и там и так я в принципе весь объяснила. А в текстовом гайде там будут диалоги, там будут квесты, которые есть, бывают. Плюс там какие ресурсы она может принести. Ну то есть вся-вся-вся вот эта вот практическая информация. Так что в описании будут все ссылочки. Ежемесячный журнал. Заходим, забираем. Накопительные очки. Выполняем каждый день задания. Вот эти вот, вот тут вот. Получаем вот эти баллы накопительные. И забираем, соответственно, очки. Лото древних украшений. Значит, смотри. Каждый день выполняешь вот эти вот задания. Да, вот сейчас я при тебе. Забираешь, да, каждый день. И нажимаешь начать. Чтобы открыть одну ячейку, тратишь две штучки. И вот просто рандомно открыл ячейку. Получил тотемы. Еще раз. Еще тотемы. Понятно. Значит, скорее всего здесь будут сплошные тотемы. Когда закрываешь полосу, либо так, либо так, либо по диагонали, то получаешь, соответственно, награды. Вот, например, вот эту полосу закроешь, получишь вот это вот. Закроешь вот эту полосу, получишь вот это. Закроешь вот эту, получишь вот это. И так далее. Также, закрыв 3, 5 и 12 полос, ты, 12 это вот 10, так вот, и 11, 12, так. Ты получаешь, соответственно, вот эти награды. То есть, один раз на аккаунт все это берется. И у тебя есть всего неделя на то, чтобы выполнить все, что от тебя требуется. Это вот что. Зайти в игру, 100 лямов потратить, 150 энергии и 10 тысяч мобов нафармить. Все. Акция входа от черного духа. Тоже просто заходишь в игру, сидишь в игре, по-моему, 30, 60 и 90 минут. Вроде бы так. Получаешь банку энергии, сундучок вот такой вот и, соответственно, 200% на 3 часа. Ежедневные миссии торгового союза шокоту. Каждый день. Ежедневные, видишь? Каждый день. Убиваешь 15 тысяч мобов и получаешь вот такую штучку. Я так поняла, если здесь подарок фортуны 1, то, по-моему, это, по идее, должно быть как с желудем. То есть, с некоторым шансом ты получаешь вот древний таинственный сундук Нерудышена 9. А, можешь выбрать. Да, вот по такому же принципу. Один из следующих. То есть, потом ты вот этот первый будешь открывать и дальше ты выбираешь. Ну, хотя, короче, я не выбила, поэтому я не могу тебе точно сказать, не могу быть уверенной. Но, в общем, когда ты выбьешь, там все будет интуитивно понятно. Особые отметки феи. Это у нас вот еще 21 день. Есть на то, чтобы забрать вот эти вот отметочки. Игра с феей закончилась. И смотри, как она меня потроллила. На последнем кубике мне выпала золотая доска. Прикинь, а у меня уже и нечем ходить. Ну, как говорится. Нет так и нет. В общем, есть еще целая неделя, чтобы потратить старые кубики. Новые уже не выпадают. Дальше. Теперь по поводу обновления. В контенте все очень просто. Первое. Это вот то, что я тебе говорила. Портал Хауса 4. По той же схеме. Находится он в Дригане. В новой локации. Вот он 40 тысяч БС. Чтобы туда попасть, ты вот здесь вот покупаешь свиточки. Вот эти обычные. Вот такие вот свиточки. Так. Потом покупаешь там же вот такие вот штучки. Трансформируешь их. И топаешь. Один свиток дает тебе вход на 30 минут. Точно так же, как вот в этой вот карте, которая третья. Вот в Камасиле. Вот здесь вот. Так. Дальше. Здесь выпадает все то же самое практически, как и в этом. Только единственное, что в большем количестве. Я так понимаю. Либо чаще, либо больше штучек выдадут. По крайней мере, так написано тут. Вот что чуть-чуть побольше. Плюс. В этом портале Хауса 4. Работает эффект проклятия дракона. То есть у тебя срезаются вот эти характеристики. Ну, видимо, чтобы не сильно, как говорится, жизнь медом казалась. Вот. В принципе, все. Тут все те же самые правила. 10 свитков красных покупаешь. Потом еженедельный лимит на вот эти зеленые штучки у тебя 20 штук. То есть ты можешь там, например, за 2 недели накопить и 10 часов пойти сразу же на ночь поставить. Я так стараюсь делать, но иногда по 5 часов оформлю. Кольцо разрушительной силы. Это еще одно кольцо, которое добавили. Я не понимаю, зачем. Чтобы, наверное, просто топовым игрокам было чем заняться. Значит, смотри. У нас уже есть кольцо. Вот, например. Кольцо Хауса. Это у нас обычное кольцо. Так, стоп. Сюда не смотри. Вот. Кольцо Безумия. Делается из кольца Хауса. И вот этого расколотого кольца Безумия, который выпадает в третьем и в четвертом портале Хауса. Когда ты это кольцо экипируешь, оно дает столько же абсолютно урона, сколько дает кольцо Хауса. Это обычное. То есть ты просто все, просто трансформируешь, прибавляешь вот это с помощью оси Хауса. И у тебя появляется так, что ты, когда бьешь мобов, с некоторым шансом выскакивает Маскан и начинает бить мобов. То же самое у нас есть во жерелье Богача. Вот. Ну, это у Патрицию мы получаем, там, за топ-1 месяца. И добавили вот кольцо разрушительной силы. То же самое. Только выскакивает теперь Мурака. Или кто тут? Или Огр. Урака. Да, вот он. Старший брат Мураки. Точнее. Ну, короче. Огр вот такой вот выскакивает. То же самое. Просто контролит, чуть-чуть дамажит. И вот эта штука с некоторым шансом может выпасть вот здесь в кошмаре последнего БС от четвертой сложности с последнего босса. То есть мы сначала нафармливаем. Я сюда ни разу не попала, поэтому знаю только в теории. Могу сейчас немножко запутаться в хронологии. Но ты сюда заходишь, фармишь мобов, нафармливается угроза, появляется босс. Этого босса убиваешь и с него получаешь дроп. Вот. И с некоторым шансом можно получить вот этот вот осколок, чтобы получить потом вот это кольцо. Вот так вот. Такая сложная схема. Короче, у нас теперь по итогу три бижутерии. При том, что кольцо можно надеть только одно. Либо с москаном, либо с вот этим вот пацаном. Но, видимо, типа, если с тем не повезло, то сюда. И, по-моему, вот это кольцо вроде бы как можно выставить на аукцион. Да, вот. То есть, при желании можно его продать за много денег. Вот сейчас эта цена минимальная, потом она поднимется. Потому что на это кольцо уже цена поднялась. Ну, короче, тут дофига уже цифр. Вот. Что? Все. С этим кольцом все разобрались. Правки по классам. Буконьер. Это у нас русалочка. Это как ее? Корсарка в пробуждении. Ей на многих скиллах просто, смотри, дорисовали проценты. Что в ПВП, что в ПВЕ. Вот на этих скиллах. Так. И переработали, вот, пират прыгучей рыбы к бою. Теперь урон искателям приключений 10%. Изменен на урон всех навыков 15%. Вот так вот. У Кунаити тоже добавили процентов. Что в основном, точнее, только в ПВЕ. Как видишь. Так. Во его магистр здесь сделали... Это у нас страйкер. Здесь сделали правку, что вот где-то вот у этому скиллу увеличили откат. Где-то тоже добавили процентов. И где-то тут подправили эффекты. И вот расстояние увеличили. И небольшие правки по каждому классу. Это вот добавлен эффект, добавлен эффект. Эффект, эффект. То есть, в принципе, смотрите на скиллы и что есть. Так. Категории навыков. Значит, это вот про селит. Да. То, что я сказала. Что изменили селит. Что это такое? Для начала. Если вдруг кто-то, мало ли вдруг, не смотрел видос. Я делала тесты. Когда-то давно. Но от того времени ничего не поменялось практически. Есть у нас 4 стихии. Сейчас, господи, я все не туда захожу. Есть у нас вот 4 стихии. Ааль, селит, лабриф и ахив. Да. Ааль у нас дает, просто увеличивает урон скилла, которым ты пользуешься. Так. Ну, у которого ты выбираешь этот морф. Лабриф увеличивает крит. Шанскрита. Ахив наносится дополнительный урон. Да. Эти стихии. Ну, я их называю, по крайней мере, стихии. Тут категории они. Значит, эти стихии. Они апаются, во-первых, камнями. Вот этими. Инкрустации. Во-вторых, они апаются реликвиями. Вот у нас, видишь, здесь идет. Это в основном камни инкрустации, реликвия, основной, да, источник. Плюс там еще руну можно поставить на этот самый. И раньше вот этот селит, например, не было смысла никакого абсолютно апать. Но есть предел у... Вот, лимиты, видишь? Все. Красным это значит у меня больше, чем можно. И, например, вот у меня сейчас тут все красненькое. В принципе, можно теперь апнуть селит. Как написано в описании, он увеличивает количество целей. Но по факту это никак не проконтролирует, насколько это эффективно или нет. Но теперь они сделали так, что теперь селит дает еще и отхил. Круто! Наверное, подумал ты. Но есть нюанс. Во-первых, я зашла на двух персонажей. На двух персонажей. В пальцах запуталась. У одного было 11% селита, у второго 50% селита. Как написано в патчноуте, при использовании навыка после применения категории селит применяется эффект восстановления хп на 1,5%. И эти 1,5% отчитываются от макс хп персонажа. И никак не влияет количество прокачанного селита на эффект. То есть, что 22%, что 50% всегда будет восстанавливаться ровно 1,5% от максимального количества хп. Все, это мы проверили на стриме, на двух персонажах. Только этим скиллом били, без всяких там этих печати, без всего. То есть, лишнего отхила там точно не было. Все. Поэтому, теперь, если вспомнить тот видос, если не смотрели, посмотрите, чтобы понимать, как работают эти стихии. Теперь, при выборе между ааль и селит, однозначно ааль, это просто увеличивает урон, это лучше. Между выбором лабриф и селит, однозначно лабриф, это увеличивает шанс крита, крит, это всегда х2 урон. И между выбором ахив или селит я буду выбирать селит, потому что ахив нам дает просто дополнительный удар. Если раньше в селите вообще не было никакого смысла и при выборе хоть что-то полезное выбирали, то теперь я между селитом и ахивом буду выбирать селит. Все. Это моя тактика. Вы можете сделать свои тесты, можете рассказать свои рассуждения, как вы рассуждаете, почему, например, вам другой выбор кажется более правильным, да, или там еще что-то. Мне интересно это узнать, потому что, естественно, я отталкиваюсь на свои мысли, да, но вдруг я где-то что-то, ну как бы, мозг один. Одна голова хорошо, а, как говорится, толпа всегда умнее. Так вот, все, по селиту вот это и весь ап. Просто оно теперь дает реген, и, например, вот я в одном скиле поменяла селит на... вместо ахива поставила селит. Все. И вместе с тем некоторым скиллам, обратим внимание, вот у нас 4 класса, вот перечислены скиллы, им поменяли, раньше, например, было ахив, теперь там селит. Вот так вот. Исправление ошибок, ничего интересного, там просто какие-то ошибки. На арене солнца, это вот нам анонсировали это обновление, теперь ограничения, то есть теперь еженедельная награда за победу, теперь три раза будет. То есть надо, три раза вот это вот можно будет сделать, да, но при этом увеличили количество необходимых материалов для того, чтобы поучаствовать. Вот. Фея. Фея тоже правки незначительные. Теперь просто, когда ты выбираешь в диалоге, ну, этот вариант ответа, то тебе подсвечивается, теперь вот эта иконка отображается, вот это вот, да, и теперь не просто пишется, там, забота плюс один, находчивость минус один, а прям вот показывает, что оно вот оно, вот это вот. Ну, это так, скажем так. Лучше бы, например, во время общения, вот где-то здесь, да, когда я выбираю вариант, чтобы где-то здесь был ее характер показан, чтобы я видела, например, что мне надо. Либо, когда я беру просьбу, задание тоже, я не вижу, типа, мне надо постоянно туда-сюда тыкаться, смотреть, а что же у нее за характер и так далее. Кстати, я один раз уже пыталась фею пробудить, и у меня она вышла неудачная. Сегодня, сейчас вот на стримчике, после записи этого видео, я тыкну еще раз. Надеюсь, повезет. Мне всегда на стримах везет. Дальше. Поправка. Пользовательский интерфейс ничего интересного, фея ничего интересного, акции. Ну, вот акции, давай посмотрим. Магазин. Сундук для путешествия в Дригане, как всегда, так? Кстати, если кому-то нужна помощь с донатом в БДМ, забыла, я обычно это вначале говорю, но сейчас, надеюсь, вы досмотрели до этого фрагмента. Короче, если кому-то нужна помощь с донатом в БДМ, то пишите мне в Дискорд, расскажу, чем я могу помочь, а вы уже посмотрите, подходит вам это или нет. Так, здесь тоже просто вот у нас черный жемчуг, обычный жемчуг, потом после этого, после 26-го, то есть через неделю получишь вот это, откроешь сундучок, и после 4-го числа получишь вот это, после 11-го вот это. Ну, такая вот многоходовочка за такие деньги. Дальше, 2000 жемчуга, ось, хаоса, крады, ну, такое, чисто говоря, для новичков, как говорится, не очень-то и поможет, а тем, кто донатит, те и сами разберутся, те знают, что оно им надо. Ну, короче, вот эти все... А, ну, хотя... Сундук с кольцом времени и светом гармонии... А, ну, это для прокачки камней, большой сундук пиратский. Ну, вот это прикольная штука, ну, как бы дорогая, не знаю, стоит она того или нет, это у тебя 8 проходок к мировому боссу, 5 проходок к пиратам дополнительные просто и еще на покоряшки и древние разловы, эти древние руины. Ну, и примачок, естественно, примачок это дело нужное всегда. Вот. Хотя я играю без премиума. Все. Всем хорошего дня. Спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте. Если есть какие-то комментарии, дополняйте. Приходите на стримы. Всегда после старта сервера запускаюсь, разбираю обновления, сразу смотрю, что поставили. А не просто там смотрю стрим разработчиков. Не знаю, мне лично неинтересно смотреть разработчики, угадывать, что они там рассказывают. Если я не могу это сразу пощупать. Вот я сразу обрадовалась с Элитой, а оказалось, что, ну, как бы, даже качать его нет смысла. Вот. Все. Всем хорошего дня. Берегите себя. До связи. До встречи.